Всем привет, с вами Артём и мы продолжаем играть в Нинокуни 2. Так, на сегодня у нас два квеста. Первый. И, возможно, идём за следующим Фуняшей сердцем. Мне просто это понравилось, поэтому да. Эван, можно тебя на минутку? Вот, Фуняше просили передать. Книгу спирального мастерства. А знаете, что это означает? Всё правильно, это всё правильно. Мы сейчас, короче, прокачаем один из навыков. Да-да-да-да-да, это то самое, что мне надо. Иди сюда. Ага, а вы достигли книгу спирального мастерства с 5 до 6. А, ну там только ролли, малыш ролли. Так, намного повышает силу урона. Вот это я прокачаю обязательно. Мы в урон пойдём. Сейчас я там навыки изучу. Да, я знаю. Это что? Немного увеличивает шанс появления сферы Фуняшей при атаке. А, это сферы Фуняшей идут? А, все Фуняши лучше выполняют командные навыки. А это что? Скорость поглощения Фуняшей плюс. Я возьму вот это. Я просто на Роланде чисто буду играть и всё. Так. Мега, так, значительно повышает силу урона. Давай. Значительно. Обожаю значительно повышать силу урона. Ну, и здесь, наверное, по одному очку кинем в Экстафестра и вот в это. Ну, а всё равно с очков нету больше, так что чё париться. Да, с 87 миллионами, кстати, сейчас сидим. Ну, мы чисто Роланда вкачиваем на это и всё. Потому что это же Роланд. О, король Эван, у нас недавно появилась замечательная гостиница. Я тут в ней оставила превосходное место для сна. А там мне приснился длинный сон. Сразу захотелось подарить тебе вот это. Бери, не стесняйся. Ха-ха, спасибо, спасибо. Я, кажется, сейчас ещё одно очко получил. Да, ещё до 7. Роланд, время сбрасывать. Ты знал, что время сбрасывать очки? 30 тысяч? Да, без проблем. Просто это же всё меняет дело. Согласитесь? Так и есть. Да-да-да-да, я знаю, что я изучу сейчас. Заново, вот это мне не нравится. У меня 6 очков. Мега-гига-бомба. Берём. Так повышает силу урона при полном заряде. Я на полный заряд рассчитываю. Чем больше фуняши 1 стихии поглощено, тем выше урон фумбола. Да, берём. Мы же можем... 3-7 это не предел, как вы понимаете. То есть дальше будет больше. И что нам остаётся? Серьёзно, меня так легко кинули в этот? Эпический аксессуар. Чё нам? 90... 910 тысяч опыта. И... 100 тысяч ещё мы получим, если найдём это. Подружитесь со второй фуняши сердца. Ну, это типа побочка. Ну, в смысле, мы не... Вот просто лабиринт ещё есть. С караселёном пока даже не махаемся. Лунной смолы не нашли ни одной. Радужный красноцвет ни одного. В битве мы сейчас не победим. Фуняши у нас нет. Ботинки мы не нашли. И осколки грёз мы не собираем. Ну что ж. Давайте отправимся за следующий... На дно. На дно. Глубина 3к метра. 3 тысячи метров под водой. Тут слабые монстры. Тут очень слабые монстры. Серьёзно. Не будем даже с ними сражаться. Тупая трата моего времени. Она бессмысленная. Самое прикольное, что я могу здесь найти, это руду. Давайте сохранимся. Я просто не знаю, что там будет. На всякий. В тот раз мы здесь со святым защитником сражались. Если мне память не изменяет. Да, извиняюсь. Так. А. Мы типа ещё ниже спускаемся. Ну да, всё правильно. Ой, смотри-ка. А ты кто такой? А, ты меня наверх можешь вывести. Не, спасибо. Это не то. Я думаю, это вот это. Но она просто спрятала лучше всего. Эван, я чувствую здесь странную энергию. Время использовать психометрию. Ты так не думаешь? Да, думаю. Давай. И чё же это будет? Мы получили кольцо из ракушек. О, значит, мемориум это не обязательно фотография. Ты чё, дурак что ли? А, ну да. Это маленькое кольцо даже на мой палец едва налазит. К тому же она почему-то тёплая на ощупь. Похоже, это необычное кольцо. Конечно, это же мемориум. Давай вернёмся к проводнику и попросим его открыть дверь. Кстати, по поводу вернёмся к проводнику. Я закосячил. Я же... В прошлой серии мы получили нового фуняшу. Но мы не посмотрели его. Мы его не прокачали. И у меня ещё квест. Два квест... Это баг что ли? Ща посмотрим. Если баг, то это очень хоро... Стоп, подожди. Если баг, то это очень хороший баг. Ваш лист, вы ведь такой замечательный король. Так, слушайте же просьбу вашей подданной. Ну, зачем же так официально что-то случилось? А фуняши сбежали. Что, сбежали? Я занималась исследованием по созданию фуняши, но вдруг котёл начал кипеть, брызгается и в итоге взорвался. И новорождённый фуняш разбежались кто куда. Мне нужно присмотреть за оставшимися. Можете сходить и поискать их вместо меня. Тем более, вы хорошо умеете управлять фуняшами. Но не лучше, чем я, конечно. Хорошо, я помогу тебе с этим. Разумеется, о том, где могут спрятаться фуняши. Я ведь всё-таки лучший фуняши своей бабушки. Фуняши созданы природой, поэтому они любят прятаться рядом с деревьями, кустами и зарослями. Всего пять фуняшей сбежало. Ищите вокруг замка. 21 уровень. Обязательно. Сейчас начну искать. Создать. Что у нас в создании фуняши? Не знаю, но вот этот вот только что создался. Какой он прикольный, а? Он такой прикольный. Это я не могу создать, этого я не могу. А, мне кажется, из-за призмы я уже никого не создам. А нет, могу создать вот этого. У нас есть фуняш, а наш огненный. Мы поэтому сейчас тренить идём. А, это нет. Блин. А, фуняш у нас огненный, да? У него там кто-то рога что ли были? Нет, это не ты. Это викинг. Это не ты. Это не ты. Во! А, стоп, я в урон не посмотрел. Нихрена себе. Так время пришло. Ты любишь минералы? Да жири минералы. Мне вон сколько. Опыта. Блин, опыт качается тяжело. Я наберу, я думаю. Да? Думаю, столько хватит на первое время данного минерала просто. Это самый лёгкий минерал. Давай вот на этом проверим. 336 у меня его, если что. Сейчас кто-то 10 уровень апнет. Кто же это может быть? Не знаю. Я думаю, ты, да? 167, 98. 209, 122. Я поздравляю вас, фуняша. Так. Команда. Команда мечты. Ну, смотри, да? Ты видишь, как бы сам должен понимать, что тебя заменят сейчас просто потому, что есть кое-кто очень крутой. Но! У него четвёрка. А у этого двойка, а у этих поединички. То есть, сильно надеяться не надо. Так. Деревья, да, нам там что-то... А, вот она. А, вот ты где? Так, Люся искала тебя. Где? Иди сюда, малыш. Так, одна есть. А, вот ты где? Поймал. Поймал, поймал. Так, а вот ещё одна. Блин, а не, не, иди. А, о, нашел. Так, иди сюда, малыш. Так, три есть. Они все, причём... Я думаю, что это одного типа всех униошек. А это нифига ни одного типа. Так, тут вроде никого. Ну, может быть, вот здесь ещё кто-то прячется? Да, вот ещё один. Да, у деревьев они любят прятаться. Нашёл. Так, это четвёртый. Осталось пятый. Пятый, наверное, по-моему, вон он, тёмненький. На полянь сидит. Всё, погнали. Так, вроде всех нашёл. Пошли к Люся. Да, здание обновлено. Ну, я знаю, конечно. Может, мемориум ещё один даст? Точнее, эту. Свиток. Я вам спасибо, что нашёл всех фуняшей. Так, а по рассказам фуняши есть ещё одна пятёрка. Разве? Но я ведь ещё пятеро. Везде искал, и где они могут спрятаться, интересно. Фуняш сказали, он бежал к замку. Значит, наверное, где-то в тронном зале. Хорошо, попробую поискать. А, ещё есть один фуняша. Они же не в тронном зале пятером сидят. Это я не хочу искать. Он за столбом прячется. Или за троном. Ставлю либо на столб на какой-нибудь, либо за троном. Эй, нямбл. А, ну, я сказал за троном. А я... О, нашёл. Это тебя, Люся, искала. Ага. Хм-хм-хм. Какой он миленький. Это фуняша, похоже, вы ему очень понравились. Но делать нечего. Можете забрать волю себе. Правда, можно? А я... Только обещайте его не слишком баловать. Спасибо, Люся. Обещаю. Веля будет друж... Будем дружить. Дружить. Так. Ты к нам присоединился. И мы выполнили квест. Идём смотреть, что за Веля. Что он может из себя. Что он из себя представляет. Чем его можно накормить. Хм-хм. И как он нам поможет в дальнейшем. Может быть, мы сейчас заменим его. Есть очень огромная вероятность. Судя по всему, что мы сейчас заменим Велю. Ах, Веля, Веля, Веля. Давайте сразу вниз. 5599. Прости, но... Нет. У нас тот Фуняша, который за нас. Он помощнее будет. Так. У нас ещё квест один где-то... А, два квеста даже. Давайте два выполним. Слушайте, ну квесты интересные, конечно. Ну, Фуняша, это чисто подай-принеси. Как вы понимаете. Енафиг не мешай. А вот по поводу искать Фуняшу сердце, меня порадовало. Так, Эван, у тебя... У меня к тебе просьба. А что случилось? Новорождённый Фуняша сбежал. Похоже, он отправился в пещеру у переправы. Подземелье только родился. А храбрости уже не занимать. Похоже, получил настоящую непоседа. А как найдёшь, возьми с собой в путешествие. Хорошо, без проблем. Короче, понятно. Это мы квест сейчас возьмём. Мы его сейчас выполним. Сейчас мы сбегаем только налево. Да? Да, налево. И возьмём там ещё квест. Посмотрим, что это. Потом мы его выполним обязательно. Обязательно. Квестики меня радуют. Мне они опыт дают халявный и всё остальное. А, королева. У нас беда ограбления. Ёмя. О, ограбление. Что украли? На самом деле, мне захотелось связать... Связать себе шарфик. И я с большим трудом достал несколько мотков шерстяных ниток. В поисках спиц я ненадолго отвернулась, а пять мотков куда-то исчезли. А, это как ужасно. Посмотрите, у меня осталось всего лишь один моток. Не можете передать, как я опечал... Ага, не может... Ну, короче, не могу передать, как я этим опечалил. Я тоже поражён, что в нашей стране могут водиться грабители. А в момент пропажи ниток вы не заметили ничего подозрительного? Ах, да. Когда я искала спицы, то напивала себе под нос. Но хоть и находилась в тот момент одна, услышала какой-то радостный голосок. Точно... А, Хоня-Хоня и Фуня-Фуня. Это были похожи на... А, это Фуняш украли. А, это случайно были не голоса Фуняш? Что? Фуняши и правда существуют? Я всегда считал, что они просто пустая выдумка. Просто Фуняши невидимы для глаз обычных людей. Если это и на самом деле были Фуняши, то нет ничего удивительного, что вы не заметили их. А так как я могу видеть Фуняши, я могу помочь вам вернуть ваши нитки. Спасибо вам. Тогда миссия по поискам Фуняши и Фуни-Фуни-Фуни-Следование начинается. А что ж, а я останусь наблюдать за местным преступлением. Да, полагайтесь на меня и все сделаю. А, Королеван? Это только мои догадки, но вероятно грабители еще не успели далеко убежать. Поэтому вам стоит проверить город. Ага. Обязательно. Украденных Фуняшей. Опа. Ну нет, спасибо. Да я знаю, что они в городе. Но мы сначала квест вот этого будем. Блин, слушайте, столько квестов начали накидывать на Фуняшей. Блин, только Фуняшу сердце одного получили, как мне начали набрасывать, да, всяких квестов. Нет, хорошо, это хорошо, это опыт, это деньги, это какие-то там ресурсы, возможно, даже очень хорошие. Но, блин, Фуняшу сердце откладывается. Но мы обязательно, обязательно выполним этот квест. Так, стоп. У меня же корабль есть. Мне просто надо это, по землю слетать. Вот сюда вот. Да-да-да, именно вот сюда. Так, и найти Фуняшу. Он где-то здесь тусит. А, вон он, мелкий. А это не та пещера, где мы того мага встретили с дверью первого? Ой! Эй, не тот ли Фуняша, тот самый беглец? Он, копью. Эй? Ай-яй-яй! Эй! Эй, погоди! С... Догоним, догоним его. Сейчас посмотрим. Ну, первое, нет, это не с дверью. Ну, тут предметы фигня, я даже за ними и собирать их не буду. Вряд ли монстр что-то из себя стоит. Да, от слова совсем. У меня шкала полностью набрана, так что я даже сражаться с ним не буду. Ну, а смысл? От них толку нулевой. Я даже себе левел не приподниму ни хрена. Хотя у меня еда действует. Надо, кстати, будет себе еще приготовить. Да, конечно, физ-атака, маг-атака и защита, и атака, и все остальное, это лучше, в разы лучше, чем то, что сейчас у меня. Но... Кто там? А, ясно. Но я все же это... Какой ты уровень? Фуня. Хрю. Попался, наконец, глаз за глаз, нужен за тобой. По-мо-не, по-мо-не. Наверное, он говорит, помоги мне. Отойди, дружок, мы позаботимся об остальном. Ты готов для этого? Все. 10 из 10. Зачем ты сбежал в такое опасное место? Я рад, что ты не пострадал. Било, страшно. Страшно. Нужно слушать, что говорят старшие. О чем ты вообще думал? Фу... Фуфуняя. Понятно. Похоже, он переоценил свои силы. Ты же еще малявка, тебе нельзя шататься, где попало одному. Тогда давай мы возьмем тебя с собой, будет много приключений. К тому же тетушка Марта попросила позаботиться о тебе. Уря! Хочу или... Ключение. Ага. О, ты стал надежным, малыш. Надеюсь на тебя. Только не меч в башке. Хема стал вашим компонентом. И мы квест выполнили. 10 из 10. А, так. Идем сюда. Это нам надо в королевство вернуться. Короче, фуняши найти. Ну, не сложно, в принципе. Так, они где-то в королевстве, да? Судя по тому, что... Мне надо 5 фуняши найти, да? Есть вероятность, что они именно в том радиусе. В том... На той территории бегают. Там мне, короче, надо их искать. Но я оставлю, что на площади кто-то должен быть. Мне так кажется. Так, найди 5 мотков ниток, украденные фуняшами. А-а-а! Даже не самих фуняш, а именно ниток? Так, это затрудняет поиски. А-а-а! Подожди, а как я тебе их найду, если я их... Ты! Вот ты где. Ага. Фуняша один найден. Спасибо тебе. А-а-а! Все же фуняша искать! Ну ладно, тогда хорошо. А, вот второй. Все, все, все. Нашел! Кстати, я эти нитки и получу потом от нее. Я эти нитки от нее потом и получу. Ну, судя по тому, что я видел, я, кажется, реально эти нитки и получу. Потому что мне как раз-таки их и предлагали как... Так, там никого нету. Там тоже никого. Подожди-ка. Да ладно, серьезно? Вот они. Вот раз. Вот два. И вот три. Все, ясно. А я-то думал, что это за фигня отмечена. Я думаю, какие-то точки непонятные. Сомневаюсь, что это квесты. Это, скорее всего, фуняши. То есть, они тоже на карте отмечаются. Для более легкого поиска. Значит, где-то вот здесь есть фуняши. А, нет, это не фуняш, нифига. Это квест. Ну ладно. А я был так рад и счастлив. Свои замечательные догадки. Они еще где-то в городе. Да, страна-то у нас здоровая. О, еще один. А давай пряжу, пока я тебя на котлетки маленькие не пустил. Да, вы получили красные нитки. О, еще один. Слушай, а может я ботиночки зловонные выбил? Не кажется ли вам? Давайте проверим. Чисто прикол ради. Нет, обломись, бабка. Мы на корабле. Такого я пока еще не нашел. А вон то место не может быть с фуняшей? Вроде как нет. Да, кстати, прокачки еще ведь надо. Но я пока сначала всех прокачаю в левел. Просто такое дело, что нам еще 6 человек найти. То есть есть вероятность, что кто-то из этих 6 как раз таки будет тем самым. Кстати, я последнего осталось найти мне. Я последнего осталось найти мне. Да, русский язык прям так и льется. Почти я надеялся на площадь. Ну, он типа последний фуняш, он же дон где тут тусить. Кстати, а какой тип-то мы ищем последний? Золотистый вроде или нет? Да, поиски. Подожди, а что? Да, это реально, это квесты активные, которые мы взяли. Темного нашли, белого нашли. Мы зеленого вроде не нашли. Или какого? Или синего? Его точно тут нигде нет? Блин, мне кажется легче и пряжу эту прям отдать. Так. Так отдать. Нас же есть. Так, извиняюсь, что я у вас врезался. Где ты, маленький гад? Так, здесь был один фуняша. Так. Не люблю вот эти вот, да? Типа найди 10. Отличий, найди 100 предметов, блин. А, погоди, тронный зал. Нажи. Ну, я весь город обижал. Неужели тронный зал? Ну, надо все проверить. Че стоите? Давайте фуняш помогать искать. Хоть какой-то от вас толк будет. За что я вам не плачу? Хе-хе-хе. Так, короче, ладно. Сейчас я его найду по-быстрому. Вот он, короче, стоит. Хм, я, короче, бегаю, круги нарезаю, не заметил его. Ну, я круг только благо один нарезал. Так что все нормально. Все, все собрали, надо отнести кенди. Все, пять мотков есть. Зачем-то два раза. О, откуда она там появилась? Что за уличная магия 18 уровня, который я не понимаю. Что это за внезапное появление места фуняши какой-то женщины? Ну, я знаю какой, я не понимаю, почему она появилась внезапно. Что за прикол? Так, ладно, давай зададим тебе квест. Вот, на, держи, вот все пряжи твои. Это все мои матки ниток. Королеван, спасибо вам большое. Кстати, у меня есть новости. Мне тоже удалось поймать воришку ниток. Э, правда? Да. Ага. А когда я следила за единственным оставшимся мотком, я услышала то самое фуня-фуня и увидела, как раскачивается корзина для пряжи. Отбросив сомнение, я быстро перевернула ее, чтобы поймать воришку на месте преступления. Ох, он и сейчас сидит в корзине. Невероятно, как ты молодец. По правде говоря, королеван, мне бы хотелось вам кое-что передать. Ваше величество, вы король Иволаньи. Я, как королю, я хочу отдать лично вам на перевоспитание этого фуняшу. О, Джека. Джеки стал вашим фуняшем. Я о нем позабочусь. Рассчитываю на вас. А! Видели? Опять это уличная магия. Телепортации! Так, окно. Так, эпический аксессуар. Мы получим за счет этого. Ой, тут предметов много, забираемся. И денег много. Да, братан, прикинь, столько бабла. Так, новых жителей у нас нет, но у нас есть ребята, которые... Папа-папа-папа-папа-папа-прокачивались. Так, оу, Китти даже еще опнулся. Но Китти не максималка. Ну да, конечно. Я обожаю персонажей, у которых... Эй, что за фигня? У которых сразу несколько специальностей. Да, они не очень сильные, но их много. Ай! Ты молодец. А это не один из вас даже? А, ну Китти одна из вас, но остальные-то нет. Блин, я думаю, деньги собирать смысла больше нету. В плане... Ну реально, денег до хрена. Их очень до хрена. Ну что ж, безбашенный кролик. Иду я к тебе, чтобы сдать тебе квест. Мне кажется, я данж 120 уровней быстрее проду. Да-да, это Мемориум. Теперь мы сможем открыть еще одни врата. А на этот раз это милое колечко выглядит дешево. Может быть, это игрушка? А-а-а. Но ведь для воспоминаний, дремлющие в том месте, важна именно такая форма. Да, совершенно верно. Мне стоит быть поаккуратнее в выражениях. Что ж, посмотрим, с каким фуняши сердца вы сведете... Короче, вас на этот раз сведет. Я не понимаю прикола. Ну да, я все, я понял, спасибо. Ну что, счастливый путь, и да начнется ваше приключение. А-а-а, почему двери открываются непостепенно, и там тачка валяется на заднем плане. Видели? Тачка. Это, скорее всего, тачка этого, Роланда. Короля, а-а, принца. Мемориум, найденный в колыбели Омута, не может быть. А немалейшее сомнение в том, что это воспоминания Сисилиус. Королевы. Ха-ха, я только знал. Сисиль. О-о-о! Я так и думал, это кольцо принадлежит королеве. А-а-а, не король... Так, но королева любит довольно дорогие украшения. Почему Мемориум оказался игрушечным кольцом? Хе-хе. Сисиль, а как продвигается приготовление к свадебной церемонии? Свадебной церемонии? Ваше Величество, мы должны обсудить это верно? Я бы хотел, чтобы на меня было... На мне было белосешное платье, но Марина настаивала на красном. Да. А-а-а... Тогда почему бы вы не подготовили два платья? Отличная идея. А потом я никак не могу определиться, как лучше открыть церемонию. Ваше Величество, а как насчет того, чтобы начать выступление министрелей, я готова слушать игру Йоргуса, хоть всю ночь напролет. Эван, мы пришли сюда в поисках уняшей сердца, почему я должен советовать королеве? Что? Я не знаю, но королеву спрашивают, нужно отвечать. Ах, и наконец-то у нас с Сисилиусом будет свадьба. Как долго я ждал этого момента. Вот это поворот. Ну ладно, это не поворот. Сказала и исчезла. Это похоже воспоминание не о том... Не о таком далек... Далеком периоде. О времени, как в случае с тетушкой Мартой. Судя по словам королевы, это совсем недавно ее мысли. Проводник говорил, что на переменных путях смешиваются разные воспоминания. Интересно, Фуняш, сердце где-то рядом с королевой? Да нет, как обычно в ней. Это скорее всего будет Фуняша этот... Так. Кролик, Бакс Банни здесь. Это скорее всего будет этот, Фуняша типа любви или что-то в этом роде. Мы пойдем через... О, вот он, вот он, аааа... Храбрость, вперед! Так, что ты мне расскажешь? А после свадьбы Силюса ведь тоже станет королем. Значит, в Атлантосе будет двое правителей, ничего себе. Ну да, как-то так. В этом кто-то стоит, меня ждет. Какой у вас левел, скажите, пожалуйста. Так, у меня же есть вот это. А, в смысле? Привет. А, мы вышибаем очень много ресурсов. Благодаря всей этой фигне. Но мы снаряжение-то сейчас фармим себе как бы, да? Нам надо в любом случае на снаряжение на топовое фармить. На топовое оружие фармить. Да и на все остальное топовое фармить. Да, я знаю, что я иду назад, если что. Я специальный предмет подобрать. О, это, кстати, темный обсидиановый кристалл. Кстати. Стоп. А, так мне туда и надо. Это как раз-таки предмет, который мне нужен был для крафта. Я не люблю развилки. Ну зачем они их делают? Я понимаю, что и там, и там мы с кем-то поболтаем. Но я же могу какой-то предмет пропустить. Тогда мы не пойдем с тобой болтать. Но я предмет подобрал, скорее всего, дальше его не будет. Ну потому что, ну зачем? Блин, делать развилки. Вот почему не прямые пути? Вот тут сундук, например. Не зря уже пошел. Вряд ли там тоже сундук. Но мы проверим. Конфетка. Фруктовый леденец. А ты кто, дедуль? А когда давно еще до извержения подводного вулкана здесь был густой лес. Короче, спасибо за инфу, дедуль. Нет, там я ничего не пропустил. Я не хочу разговаривать с призраками. Ну потому что они... Ну какой-то тут так. Увеличивает магическую атаку. Давай в магическую атаку тебе еще пойдем. Потому что они не дают мне нужной информации. Они просто... Вот это и все. Нет какой-то инфы. Сюжет не раскрывается благодаря тому, что они болтают всякую фигню. Ой, твою мать, он здесь сидит. Ой. 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 Я специально кидаю в ту сторону. О, он не достал до него все же. Я чудом каким-то умудрился это сделать. Ах ты тварь! Ах вы тварь! Нифига си они меня. А это виверны просто. Ну это просто шлак меня разложил вот так. Сволочи. А это мы сейчас еще с монстром будем сражаться, который там сидит. Ой. Хоть бы это первый бой был это с этим. Кто там получается? С какими-нибудь монстриками? Я не хочу с боссом сражаться. Я даже смотреть не буду, кто там в книжке написан. Будем надеяться на монстриков, не на босса. Да, слезняки. Ох, я сейчас оторвусь на вас. У вас левлы, правда, сволочь, огромные. Но... Ну, 82 для меня это в принципе нормально. 82 это нормально. Не надо так делать. Ха-ха. Ой-ой-ой, сейчас будет грязь. Ха-ха. Что произошло? А, эта тьма включилась. Сколько их здесь, ё-ма-я. Да, только ребята с тьмой, они... Ха-ха. Только ребята с тьмой держатся дольше всего. Задание обновлено, спасибо. Ой, я там столько всего набрал. У меня до сих пор собирается. Ботинки, ожерелье, тряпки, кольца. Я там представляю себе, чем мы набрали. О-о-о-о-о-о-о-о-о, ёпта. Крутое пушка, крутая пушка. Все на малого, все на себя, все на себя. Малой, держи, я тебе обновочки подвез. твои любимые у тебя таких нет и никогда не будет если только я тебе их не дам так палка волшебная не у тебя кстати не надо тебе чё там надо о три ствола карл на тебе 2 а себе возьму 1 ну конечно я же молодец броня ух ты ж какая классная брокет подъехал сапожки офигенно кольцо они не не атака огнем физзащита огнем огнем мне нет огня мне надо держи так у тебя и так все хорошо так малой смотри чё подъехала броня подъехала так сапоги подъехали новые кольцо у тебя кстати вот тебе я дам это кольцо сто процентов тебя огненный урон по браслетам у тебя магическая защита урона то так же злом все погнали а стоп я на не посмотрел на вот эту мадам то кстати в плане оружия так 2 подъехал тип так а вместо этого ой там еще всяких грязь будет грязь как меня радует данное оружие я конечно жду когда двадцать пятого уровня хотя бы одно скрафчу но судя потом это короче не побочка то есть как сказать это не дополнение судя по тому что мы именно ой блин не хочу тут сражаться это не дополнение потому что я читал что есть оружие двадцать пятого уровня а так сисиль а не думаешь ли ты чтобы было бы чудесно провести наш свадебу в таком красивом храме и величество похоже счастливо как никогда это ее эмоции отраженные в этом мире она словно позабыла о том кто она и веселиться от всей души словно юная девочка и величество пребывала в так в напряженной слишком в напряжении слишком долго пусть это всего лишь воспоминания мне приятно видеть ее счастливой проблема в том что это храм кишит монстрами а до сисили избавься от живущих здесь монстров от всех до единого а для моего будущего мужа это не не должно быть проблемой ну что ж я пока пойду дальше я видела так я ведь а я видите ли очень занята меня ждут на дегустации главного свадебного блюда но я так понимаю дегустации торта 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 какая как капризный характер у королевы обычно королева не такая я думаю к ее облику здесь примите перемешалось это представление о ней это переменный путь здесь возможно все что угодно но раньше у нее была и такая черта капризная королева гораздо милее чем молчаливая вот так да мы больше мне больше нравится когда она такая ладно ладно мы поняли все пошли дальше воевать а знаете в чем прикол все данжики похоже опять с кем-то общаться ну это ведь кусок воспоминаний от королевы ну братан сочувствую что ты тут появился а я вот-вот я боюсь представить что вылезет потом а оно ведь вылезет ты че творишь собака а мне смысла нету в атаках я забыл мне смысла нету в дальних атаках я же фуняшу юзаю черт я забыл совсем об этой фигне я же фуняш использую мне нет смысла в дистанционке теперь мне теперь надо прокачивать именно фуняшей ну чтобы вы они урон наносили больше привет малая пока малая не не хочу с ними общаться с реальным тра тупая тупая трата времени а я выпадает ну вы подхилитесь хоть ребят ой не нравится мне эта способность твоя этого вонючего гриба ты чё делаешь ты чё делал вы чё творите 90 уровень тут себя отрастили и творят что хотят фигасе а у меня 89 уже ребят слушайте мы семи мильными шагами бежим это прям даже хорошо я бы сказал замечательно я люблю я не блин 120 уровень вероятно апнуть и 130 к тому моменту когда мы дойдем до ну 120 мне кажется мы об ним здесь и 130 спокойно когда мы будем воевать уже с главным боссом если есть тут такой конечно в этом сундучок блин военные пуговицы которые там есть я вот не знаю как них вышибать свиток мастерства я получил на хоть бы фуняша но есть рог как минимум 2 надо на навыки хотя не я шпак а до 2 чтобы докачать вот эту способность слушайте реально держи а у сисилиуса у этого вон чё но просто мне реально не нужный пистолет я на кушечку теперь использую до способности зачем мне как бы пистолет это бессмысленная трата ресурсы если им может его может использовать это деваха нам ну да еще один сундучок может быть да супер мне везет камень здесь братан ну ты чё чё за приколы блин жалко что слеза богинь только одна кстати смотрите между 3 200 мне надо 5k если что чтобы нормально держаться но хотя может физ и маг защиты я подниму до такого уровня что спокойно смогу ваншотить этого точнее держать удары короля карасе леона а здесь никого да твою ж мать а привет пышка и в смысле положил что у тебя у я уже думаете положу охереть 93 уровень кстати ну-ка давай-ка покажи я же тебя огненного не зря делал подходите в упор вы думали о том что подойти в упор а мы положили его да детка лупим изо всех сил ребят тьма врубать ему ты молодец короче если мы его бьем а правой кнопкой мыши они плохо так и чё творишь а знаете чё я хочу проверить ведь ты сейчас грязь начнется я те сколько на ваншотил ты не хочешь этот хотя бы развалиться слегка вы видели сколько я ему ваншотил царь а глубин одис а одис а почему не один да в смысле ты мне способность дал просрать спасибо за этот а они и он за мной бежит он а ты вот так вот играешь в эту игру ладно давай сыграем то есть я поглощаю фуняш чем ты меня ударил я поглощаю фуняш и тем самым блин да способность кстати против него вообще слабая я не знаю у меня ударил сейчас отходим 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 клац 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 сн Yup что никто не бежим 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 850 но 850 не страшно а вот это уже попольнее давай давай о это значит что мы сейчас его ваншот 0 давай ребят 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 наваливаем наваливаем его вообще нереально положить смысле банки отправить а это ты так делаешь ой слушать а он нифиговенько так это чё охренеть они взрываются это малой так делает о этих меня там это сильно выкусили сволочь ваншотни его ах ты свастом еще и совсем на свете на меня вылез тихо 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 хилый хилый да ёпта да я понимаю что я мало урону нашу ебой я не дал ему хил способность способность да твою мать где она все жопа ему сволочь я из-за тебя способность теряю ты можешь появиться уже да твою мать как он меня бесит вот эти вот он ныряне я тебе по языку что ли попал да ему по языку надо попадать по ходу чтобы ваншотнуть вперед ребят вперед да нет хоть меня жрать е-мое сколько же те надо а все равно подхил врубаем на подхил я уже не успею да ясно но кстати огненные неплохо ваншотит я смотрю да сколько же ты можешь стоять то 500 хп осталось тьма давай 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 сколько же тебя бить там можно а нетушки я так просто не сдохну я тебя положил и получил сраный лук ну что могу сказать мочилово было зверским и возможно это еще не все я надеюсь от каждого полученного фуняши сердце меня не будут заставлять проходить еще больше испытаний типа балабольство ма черт из два монстров атланты что происходит нападение монстров в атланты си а где королева нирида ваше величество все перед на 5 о нет ее нигде не видно я не позволю чтобы в атланты си вторгли чудовище даже в мир снов а возможно что-то случилось и величеством королевы скорее найдем и ничего что сиселиус нам вообще ничего не делает от соуса всем я не знаю где там монстры появились но я могу тут ресурс кипс собирать причем это мир снов да означает что здесь ресурс ки стоят дороже а по бутылька москва сколько у тебя хп там извини я не вижу да еще ваншот не меня блин секундочку я в мире снов помирать не собираюсь так мы всех завалили вижу кролика вижу пару призраков вижу дымок так это означает что туда мы не попадем я так понимаю а туда нам королеве нирида так мы еще туда пройти можем я хочу пройти пособирать камни блин о кстати а вот это место может здесь кого-то это получить опа не зря пошел гулять малый по району свиток магического мастерства а я не знаю кстати что за свиток ой блин извиняюсь смысле в плане какого магического мастерства конкретно вот хороший вопрос но свиток есть это хорошо не хочу о сундук 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 сундуки я люблю хорошо сундуки хорошо чего янтарный коралл я думаю что за бред непонятно просто так это у нас охранник манер просто вот говорить что типа вот монстр напали спасите королеву бла-бла-бла ну все такое ничего для меня новенького я хочу блин я не знаю я хочу с каким-нибудь обычными монстрами смахнуться не рида только не этот урод а он такой мерзкий ваше величество в порядке это виверна короче мутант не за что это темная виверна какая-то king или кто это не знаю силеус ты здесь ты никогда не забываешь обо мне я разумеется а пусть сейчас я и выполняю обязанности советника эвана если моя королева опасности я примчусь хоть на край земли хоть в мир сновидений а прости мне силеус зачем вы извиняйтесь я все еще сомневаюсь а если мы поженимся и на свет появится новая жизнь магия поддержание этого королевства полностью утратит силу и атлантес исчезнет с лица земли разумеется я знаю об этом жители короны королевства тоже приняли это и поздравили нас она каждый раз когда я занимаюсь приготовлением свадьбы меня одолевает страх правильным ли было мое решение я собираюсь стать счастливы принеся в жертву других как вы можете сомневаться где моя немного капризная властная королева так так но будьте спокойны я знаю в чем причина ваших чувств женщины часто волнуются перед свадьбой поэтому вашему опасениях нет никакого особо нет ничего особенного это всего лишь мимолетные тревоги мимолетные тревоги и он рот открыл сиселиус откуда ты знаешь книжки читая я изучаю всю информацию о свадьбах мне было не сложно сделать небольшое следы ведь и в алании средства мировых культур ах да кажется и мне тоже спрашивал о свадебных обычаях воздушных пиратов нет это чудовище за спиной королева вот похоже истинная причина сомнений королевы или же этот монстр и есть само опасение королевы что же короче кошмар так не все ли равно я уничтожу это чудовище и сотру все сомнения и величество понеслась 93 ворон кошмар самое мерзкое создание что я когда-либо валил минусы он очень сильный все я сдох нет его силу не в этом это тупо это тупо ему повезло что я попал в ловушку нет его силу не в этом его сила в том что его не застанет от слова совсем короче как то так это реально его не застанет да твою мать ты чё творишь то блин это уже второй раз в жопу я не буду а нет надо надо юзать он короче потом разойдется это еще сейчас все фигня прикиньте он разойдется еще самое хреновое что его застанет можно только в момент когда да вот у него серия так из трех короче его не застанешь никак я не знаю чем есть способности специальные с помощью которых стан идет но у меня таких нету я застанил только в одном моменте когда он колдует волшебство так от этого лучше всегда уворачиваться смысле да вот он затупляет и чё вы стоите атакуйте спасибо милу надо сейчас его валить да я знаю твою способность я знаю твои способности я знаю твои атаки я с тобой сражаясь поста я с ним сражался дважды вроде в мире короче испытание когда проходил он далеко не отпрыгнет в очень прикол атаки слабые их никак не остановить это и бесит что его никак не остановить я я же умираю тут по стоянке не надо давать ему злиться он разозлится нам жопа надо как ты его короче ваншотить быстрей это я скажу не очень даже просто от слова совсем задрал ты меня доставать уже урода ты кусок и тебя главное никак не захерачить меня это бесит реально он такой мерзкий отвратительный уродец вы должны сейчас использовать способность вот сейчас он должен упасть он упал у меня горит у меня горит с ним так просто не сразишься и да кстати чтобы его хоть как-то сбить его атаку надо мочить его именно комбо способностями то есть чтобы заряженным оружием было видите я даже не могу сбить его атаку если бы очень сильно захотел я не понимаю кого он все время в аншоте потому да его атаки не сбиваются это вот кошмар это наверное его особенность или в принципе у кошмаров такая особенность я не люблю из-за этого с кошмарами сражаться потому что они от слова совсем лютые а давай 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 фуняш фуняш сейчас все сделает черт да какие 3 700 ну ты чё вставай давай да задрал ты так делать а это он не по мне попадается нормально ну конечно нет не нормально потому что он по кому-то попадает вот эти леща с батиного чтобы ты не выпендривался он тупит он тупит он тупит да он недолго тупит то куда ты это сделал фуняш давай давай я херею с него да слышите он ща пол хп слетит он психанет всем психанул ггвп началось серьезно жопа сейчас будет да все 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 мне жопа надо валить отсюда малые вы куда исчезли то все это жопа он атакует так быстро что все в него не попасть все это реально гг я не знаю сейчас как семьях хилок осталось совсем с гулькин хрен магическая защита давай хотя бы магическую защиту возьмем отпрыгни да твою мать а что ж ты такой круто он очень крутой он очень крутой вот это за это он мне не нравится что ему атаки хрен пробьешь какие-либо да в смысле давай еще тьму ему разочек отпрыгиваем отпрыгиваем как мне сбить атаку а чёрт он опять психанул каждый раз когда он так психует я получаю лещей от него не уклониться ну можно уклониться но бить его не получится поэтому надо пытаться как-то его месить пока он в воздухе все остальное малой да твою мать чё ты делаешь а все у меня хилки кончились прекрасно да ну сейчас он перепсихует точнее сейчас у него пар из ушей идет сейчас мы его завалим фуняша давай быстрее пока он не психанул заново спасибо 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 что кинул мне хилку она мне прям сейчас спасла хилки меня прям спасают очень а я умудрился это сделать давай вперед нифига си я умудрился его это атаку ему тормознуть дважды трижды я не знаю какая фуняша активируется надеюсь огненная нет пятьсот двадцать четыре а мы сейчас завалим его давай каркарыч да сколько можно то все хватит достал его забил даже не я прекрасно минус каркарыч просто чудом каким-то это было так тяжело а нам еще фуняш получим еще одну сейчас будет история какая-нибудь а и сисилиуса фуняша вылезла да ну нафиг надежда фуняш надежда она появился сисилиуса надежда надежда она надеялся что все будет хорошо а сегодня пора праздничный день для атлантаса сегодня сочетается браком королева нирида и консул сисилиус а как долго я ждал этого дня улыбался королеве своему любимому мужу сисилиусу я рад что он от ваших сомнений не осталось и следа ласково отвечает сисилиус но голос сисилиуса слегка дрогнул а мне жаль что я нарушаю идиллию но увы это все происходит не в реальности а всего лишь на переменным пути а в ответ королева покачала головой я знаю это наша репетиция когда все закончится мы с тобой устроим 1 каш роскошную свадебную церемонию наяву наяву разумеется это будет нечто еще гораздо более грандиозное чем в этом сне а добавляет королева сисилиус не смешно кивает неспешно а это малая да смотрите там мало я прикольно так на мизинцы королевы краснеет кольцо из ракушек сисилиус удовольствием разглядывает его я могу подарить вам более дорогое обручайное кольцо почему вы носите это а как же сисилиус ведь это кольцо дорого для меня я так долго его искала это кольцо было твоим первым неподароком неужели ты не помнишь маленькая ничем не примечательным маленькому чем не примечательное кольцо из ракушека было подарком который когда-то ю masih сисилиус сделал королеве в том в том что сисилиус забыл об этом не было ничего удивительного ведь кроме этого кольца он подарил королеве еще множество других подарков один одних только колец было более 10 штук диадемы для волос ожерелья все всего и сосчитать невозможно она для королевы нериды было дорого именно это кольцо которое было самым первым подарком несмотря на то что она уже давно было и мало ну понятно ухо шикарный выглядит все эти памятные подарки тоже попали пропали без следа во время извержения подводного вулкана а ты видишь перед собой сейчас лишь мой образ обитающий на переменном пути прошу возьми это кольцо сесиль королева передала памятное кольцо сесилию затем на лице ее показалось озорная озорная улыбка это как значит в реальности меня ждет более достойные достойные меня кольцо да я бы хотел кольцо с драгоценным камнем сияющим словно твои глаза сесиль и разумеется это должно быть очень большой драгоценный камень вздохнулся зилюс эх скромность бесспорно не входит список ваших достоин ваше величество но я рад видеть вас такой счастливый я благодарен вам за то что вы доверили мне честь стать королем этой страны и вашим мужем в ответ на эти слова королева нирида прищурила глаза королева все продумала а когда однажды эвана его друзья прибыли в атлантос она вначале решила что чужеземный король пришел за тем чтобы вывести выведать секрет атлантоса если бы тайна существования королевства была раскрыта она могла бы подвергнуться нападений и возможно погибла бы однако эван предложил заключить договоре стана королева была обескуражена мира впервые стремит а так мир впервые стремился к тому чтобы прекратить вражду и королева нирида поверила в эвана и в будущее а чтобы испытать юного короля и и лишить сиселиуса маски хладнокрови нирида послала поставил условия для вступления атлантос атак а атлантоса в альянс уничтожить царя глубины одиса одиса так она решила что пришло время покончить с этим бесконечным замкнутым кругом вместе с надежным а с надеждой королева чувствовала крайне усталость ну и чем мы долго будем эту хрень читать да по ходу да однако воспоминания отсутствует сиселиуса хамнар решил похитить божественную нить королевы не рида отправилась колыбель божества чтобы попросить о помощи святого защитника атлантоса и уберечь свой народ из истощенная королева не смогла оказать никакого сопротивления хамнару божественная нить была похищена а самой королевы грозила учесть быть использованной в качестве источника магической силы сердце королевы наполнилось мраком то но тут появился сиселиус и эван они спустились к ней на дно моря и королева пока и королеве показалось буду бы луч света пронзил пространство и если однажды у нас родится ребенок магии иссякнет и атланты из атланты сисеть извиняюсь исчезнет с лица земли на лице королевы не было ни тени сожаления когда она произносила эти слова я хочу чтобы наше дитя было воспитано вывал они и сказала королева сиселиусу то нам не придло не предполагающим возражения а нужно поговорить об этом с его нам улыбнулся в ответ сиселиус а так и волонья наша надежда а пусть она процветает сотни тысяч лет и с лиц ее жителей никогда не исчезнет улыбки так и у меня плюс фуняшка эван я думаю что этот переменчивый путь соткан из мыслей воспоминаний королевы но оказалось здесь были мои собственные мысли проводник ведь говорил что мемориум мемориум это материализация мысли обитающих в определенном месте поэтому несомненно в ней не только ваша с королевой надежды но и надежды всех жителей атлантоса я как будущий король атлантоса я горжусь тем что мысли моего народа приняли такую форму я ваш покорный слуга и союзник до конца своих дней ваше величество эван спасибо сиселиусу а а теперь когда мы вернем вернемся в реальность мне придется заняться поисками красивого драгоценного камня для королевы ниреиды удачи чувак ты обрекаешься на вечные муки и страдания так доброе утро правда мы все еще во сне надеюсь да эван думаю ты тоже благодаря этому путешествует смог понять а надежды тех кто покидает этот мир становится столпами на которых строится будущее да этот мир создан благодаря человеческим сердцам верно ну что ж нам удалось найти фуняшу сердца символ надежды осталось еще четыре фуняша сердца которые надо спасти эпический аксессуар мы получили и так и так пора приступить к подготовке свадебной церемонии ха-ха шутка сейчас я скажу вам где можно найти следующий мемориал эван похоже это место как-то связано с тобой я видел женщин они были одеты в удобные для работы одежды а каждый день они занимались уборкой готовили еду стирали одежды и выполняли мелкие поручения и все это происходило в замке с крысиными ушами а ну короче это его комната это наверное прислужницы замка коронел а если у тебя есть предположение короче все понятно искать эпическое оружие дальнего боя да конечно сотый уровень ема и и мы получили фуняшку и получили плюс лавала ко всем то есть выполняя сия квест мы сто процентов а по им ся это минимум до стопроцентный ап хотя пока что непонятно блин столько бабла уже я не знаю куда вы делаете солить его сейчас буду мне 93 мульта все у меня full по баблу все дальше не лезет понимаете все это предел реально дальше не лезет и мне нечего уже прокачивать за бабло единственный вариант это воевать за бабло так давайте у меня там фуняши новый ты нет прости братан а вот и да тебе я сейчас как раз таки накормлю только надо не переусердствовать а то у меня ресурсы уйдут куда-нибудь давай сначала пятый уровень поднимем тебя зачем прикол духовный коралл вон лежит опыт 800 кстати за эти идет давай штучку 80 наверное а почти 10 уровень то смотреть на что это идет 800 1600 3 200 три штучки янтарный коралл 3 200 202 защиты и 43 атаки ты красавчик медный слиток 18к охренеть спасибо так команда 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 а команда а что ты готов ты готов присоединиться к армии тогда добро пожаловать слушай а проблема все это фул ну смысле все фул я у меня стоимость фуняши 10 из 10 но это понятно это мы и знали так давайте к аксессуар чеку вернемся который мы там получить должны были так это кольцо какое-то новое а а я могу тебя создать создадим ли мы кольцо да почему бы нет она тоже двадцать пятого уровня у нее пять защиты горького нет я не хочу его и киправить я берешь не знаю что это за кольцо и у меня еще амулет один давайте посмотрим что за кольцо снаряжение менять немножечко пугает восприятие а чё кольцо горького до са горькой досады так стоп не понял так стоп чё за прикол есть один вариант который мне сейчас в голову приходит так не здесь на селе подзатянусь но она на быть час 30 скорее всего приблизительно ну может поменьше ну посмотрим ну вы уже знаете так скорее всего вариант другой вот здесь вот ну блин это же херня получается не снаряжение согласитесь да я с меча могу тайну щит серьезно с меча ты урон ему прибавила нихрена си ты молодец вот за это я и обожаю она ему урон прибавила дважды тебе не обязательно тебе не обязательно туда тут не зашат за тапки но они походу клевые прикол тапок в том что да тут еще короче навык какой-то вот редкость покрытие видите она у нас фульная да нет все пока пока о чем прикол кольца так стоп на сколько квестов еще два зону опять пряжа не прости я такой хрень и второй заниматься не буду но тем более не сейчас все эти серии начнем с этого так нет стоп защита тьмы защита цвета и что ты мне скажешь тогда так а кстати смотри какие тапки прикольные а как тебе такие тапки давай защиту от ветра тебе возьмем тайну кольца я пока не понимаю от слова совсем да тут кольца конечно всякий фуфло но это так оружие астроума опа эффект оружие астроума восприятие а при негативном эффекте у персонажа урон больше при негативном эффекте у врага урон больше при низком здоровье наносимый урон больше а это подожди а вот чё за кольцо то есть это легендарка суши нихрена венький предмет то есть честно и этой ну как вы понимаете чисто на одно кольцо то есть вот тут вот именно вешечку нажимаем и видим блин я не знаю есть ли смысл менять блин она прикольная очень даже у тебя там чё сейчас одета силу всех атак до силы всех атак и шанс крит удара давай мы тебе попробуем тогда кольцо вот это одеть двадцать 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 тринадцать двенадцать ну там вообще мочилова будет очень хорошая ну что ж на это мы будем заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был артём всем пока